Раннее утро. Тишину спящей деревушки нарушает шум подъезжающих автобусов с паломниками. Сегодня в полуразрушенном монастыре многолюдно. В Филиппо-Ирабской пустыне престольный праздник. Преподобный Филипп Ирабский, он действительно относится к очень большим угодникам, чудотворцам. Это все-таки далеко не все святые у нас чудотворцы. И чудес при его жизни совершалось много. Особенно много чудес стало совершаться после его блаженной кончины. И вот одним большим чудом является и создание, и существование этого монастыря, Филиппо-Ирабской пустыни. Коммуна для беспризорников, база отдыха, психоневрологический интернат. За последние 90 лет некогда процветающий обитель Филиппо-Ирабская пустынь видела и слышала разное. После перестройки она просто оказалась заброшенной. Все здания пришли в негодность. В начало 20 века на территории Череповецкого и Кадуйского района было порядка 30 монастырей. С приходом советской власти все они были закрыты. Но сейчас духовная жизнь возрождается сразу в трех монастырях. И вот сегодня, спустя 100 лет, впервые прошла служба в храме Филиппо-Ирабской пустыни. Несмотря на то, что он полуразрушен и вместо дверей – одеяло. Но такие неудобства не остановили верующих. Многие приехали с детьми, чтобы почтить память преподобного. Причем и поработать на благо обители желающих было немало. Служба длилась больше четырех часов. И впервые за столетие в этом старом храме раздавались молитвенные песнопения. Благослови, душе моя Господа. Я свечечки выбирала, даже куртку сняла и стояла все вот так. Даже очень довольна. Благодать все равно. Ну, очень тепло, как-то душе тепло. И времени показалось четырем часам. Как будто что-то час всего лишь было. На службе была абсолютная легкость из-за того, что, видимо, этот наш молитвенник святой нам помогал. Выставит это замечательная литература. Потому что, не знаю, за те 90 лет, которых тут службы не было, наверное, вся эта благодать придалась нам. И Романаги Ронти впервые увидел заброшенный монастырь год назад. И получив благословение владыки Череповецкого и Белозерского Флавиана, решил восстановить обитель. С этого началась новая история святого места. Мы живем здесь где-то восемь месяцев. И за восемь месяцев мы постарались так вот. Ну, вы видите, что сделали. Трапезу сделали, храмы, уборки сделали. Ну, то есть работа, объем большой сделали. То есть, ну, думаю, если Бог нам даст, может, еще больше сделает. Пока обогревается Казанский храм маленькой печкой-буржуйкой. Окна затянуты пленкой, нет алтаря иконостаса. Все иконы, которые есть в храме, принесли прихожане и жители близ лежащих деревень. Но монастырь оживает. Каждый день проводятся службы в маленькой часовинке. Постоянно живут в обители четыре монаха. Братья выбрать очень сложно. Сложно по той причине, что мы, люди, ну, не привыкли слушаться, мы привыкли своевольно жить. То есть, а монастырь, он дисциплинирует, он требования какие-то выдвигает. А зачастую люди не готовы, понимаете? То есть, это принимают. Поэтому бывает большой отток. То есть, перебираешь, перебираешь, перебираешь. И чтобы найти так вот подходящего, бывает очень сложно. Несмотря на все трудности, можно с уверенностью сказать, огонек духовной жизни в этой обители разгорается. И еще одна святыня на нашей земле не канет в лету. Светлана Валивач, Сергей Павлов, Новости.